Беседа, нареченная двое, о том, что блаженным быть легко. Персоны Михаил, Даниил, Израиль. Фара, Наиман. Фара, о Наиман, утешь меня, друг мой. Наиман, кто тебя перепугал, брат Фара? Дерзай. Мир тебе, не бойся. Конечно, ты сидел в сонмище тех, гроб открыт гортанях. Фара, те-то сирены наполнили мой слух и сердце жалостным смущенным пением. Михаил, Для чего ж ты себе ушей не закупорил воском, так, как древний уликс? Фара, Тайна сия мне неизвестна, а знаю, что они мне напели много чудес, обескураживших сердце мое. Не чудо ли сие? Есть где в Европе некий пророк, святой Иеремей. Он нашел из трав сок, обновляющий ему и друзьям его молодость, как орлиную юность. Выслушайте второе чудо. Некий доктор медицины питался хлебом только и водою и жил без всяких болезней лет триста. Но вот и третье. Некий калмык имеет столь быстрые очи, что яснее и далее видит, нежели какая-либо зрительная трубка. Вот чем меня пленили сладкогласные сирены. А мои очи день от дня слабеют. Нечаю прожить и двадцати лет. Как же мне и какая страна обновит юность? Век мой оканчивается. Михаил. О, Фара! Не тужи, друг мой! Мы замажем уши твои воском, медом и сотом, вечностью. С нами Бог, разумеете, о невеже! И совет ваш, и слово разорится, ибо с нами Бог. Услышите Господа сил, того святите. Тот будет тебе в освящении, если будешь уповать на него. А иначе вся наша крепость, о язычники осязающие, язычники неверующие, будет вам камень притыкания, и камень падения, и падеж сокрушения. И сокрушаться, и приблизиться, и взяты будут люди в твердыни своей находящиеся. О, друг мой Израиль, блаженны мы, ибо Богу угодное нам понятно. Израиль, взгляни на меня, Фара! Почему ты пленился лесным твоих сиренов пением? Вот влеку тебя на камень притыкания и падения. По что, забыв Господа, святишь то, что не есть святое? Тот будет тебе в освящении, если будешь уповать на него. Друзья Еремины состареют, опять без болезни докторова прервется, а очи Калмыковы потемнеют. Терпяющие же Господа обновят крепость, окрылотеют, как орлы, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут. Даниил, слушай, Фара, разумеешь ли, что значит осветить? Фара, ей-е, не разумею, научи меня! Даниил, осветить значит основать и утвердить. Святое же значит незыблемое, неподвижное. Когда Исаево пьет Господа сил, того светите, тогда значит, что он один есть свят, то есть камень тверд, чтобы безопасно основать нам нашего счастья храмину. А не дерзали бы мы светить ни одной твари, как клятвы и песок, всякая плоть сена. Слово же Божие, Сирич, основание, сила и дух пребывает во веки. Адаман сам собой тверд есть, а мы, только почитая его таковым, делаем твердым. И сие-то есть, будет тебе во освящение, если будешь уповать на него. Сирич, осветить тебя и утвердить счастье твой домик вечно и неподвижно, если мину дрянь весь песок и сено почтешь единого его святым, и твердым. Фара. Ах, друг мой Даниил, не худо ты судил, Даниил. Плюнь же, голубчик мой, на Веремиеву юность, на докторова тристолетия и на калмыцкие глаза. Истинная дружба, правдивое счастье и прямая юность никогда не обветшает. Ах, все то не наше, что нас оставляет, пускай будет при нас, пока оставит нас. Ну да знаем, что все сие неверный нам друг. Один умирает в тридцать, а другой в триста лет. Если умирать есть несчастье, так оба бедны. Не велика в том отрада тюремнику, чтобы иных в три часа, а его в тридцать дней вытащить на эшафот. Какое же то мне и здоровье? Какое же мне здоровье, которому концом слабость? Какая то мне молодость, рождающая мне старость? Ах, не называй сладостью, если рождает горесть. Не делай долготою ничего, что прекращается. Не именуй счастьем ничего, что опровергается. От плодов и от конца его суди всякое дело. Не люблю жизни, впечатляемой смертью, и сама она есть смерть. Конец делам, будь судьей. Не то орел, что летает, но то, что легко седает. Не то око, что яснеет, но то, что не отемнеет. Вот тебе прямое око, как написано о друге Божием. Не отемнели очи его, не истлели уста его. Фара. О, Найман, Найман, утешь меня, друг мой. Найман. О, любезная душа, околдунил тебя голос сладкий, сиренский голос, влекущий лодку твою на камни. Ей. О сих-то камнях голос Исаии приблизятся и сокрушатся и падут. Наполнятся дома шумом, и почуют тут сирены. Не бойся. Господь заизбавит тебя, положит тебе в основание камень многоценен, краеуголен. Тогда спасешься и уразумеешь, где ты был. Фара. Не удивляйся сему, что околдунен. А скажи мне, где не слышится голос пустынных сих птиц? Сирен лесный океана, глазом его обаянно, бедная души на пути всегда желает уснуть, не доплывши до берега. Все исполнилось на мне, что я мальчиком певал. Наиман. А я тебе взаимно из той же песни воспою. Распространи бодр ветрила и ума твоего крыла, плывущий на бурном море, возведи от часа горе, да потечешь путь прав. Фара. Потолкуй мне, Наиман, что значит сирен? Я слышал, что сирен значит пустынную птицу. Наиман. Когда не разумеешь, что есть сирен, то не уразумеешь, что есть пустынная птица. Иное разуметь имя, а иное дело разуметь то, что именем означается. Разумеешь имя сие, или скажу, звон сей, Христос, но дай Бог, чтоб ты знал, что сие имя значит. Фара. Так потолкуй же мне не имя, но дело. Наиман. Сирен есть сладкоречивый дурак, влекущий тебя к тому, чтобы ты основал счастье твое на камне том, который не утверждает, но разбивает. Фара. Разжуй как можно проще, вкуснее. Наиман. Столько у вас славных и почтенных любовью мудрецов, любомудрцев. Сей сии суть сирены. Они-то соблазняют в жизни сей плывущих стариков и молодцов. Взгляни сердечным оком на житейское море, взгляни на притыкания и падения плывущих и на вопль их. Один возгнездиться хотел на капитале, как Ной во голубице на холме, и под старость сокрушился. Другой на платоугодии думал создать дом свой и в кончину лет постыдился. И Ной основался на камне милости из Полинской и был ему притыканием. Ты думаешь, ну и ревнуешь сесть на камень плотской юности, плотского безболезния и плотских очей твоих, и сей ожидая тебя притыкания, падения и сокрушения. Фара. Брось людские бешенства, а скажи только, что значит пребывание сиренов на море? Зачем на воде? Наиман. Затем, что в суете, не хотят они в гавань и в лоно Аврамова, на матерую и твердую землю. Со Израилем, но с фараоном. Вот вам благолепная фигура и преподобный образ надежды и обманчивости. Гаванью и лилоном образуется упование, а морем и водой и лживость всяко плоти. Во Евангелии камень и песок есть тоже. На это мудрый, а на семь домик себе строит муж беспутный. Копчег и потоп не тоже ли? Вода и елисейское железо не тоже ли? Сорокалетняя пустыня и обетованная земля не тоже ли? Что только переходит Израиль, все то море, вода, зыбкость, основание и упование же, еродивых мыжей, как написано, река текущая основания их, почуют тут сирены, взволнуются и почить не могут, не радоваться нечестивым. Фара, ты уже и много насказал и завел в любопытство. Так скажи же мне, для чего иные толкуют, что исайны сирены суть-то пустынные птицы, а возгнездовываются на пустом Вавилонеграде? Наиман, о младенец с бабьями твоими баснями, разжуй только зубом мужским сейчас по Самсонову, найдешь в жестком нежное, а в пустом пищу. Пустынные птицы, разве то не лжепророки, пустое поющее? Пустой Вавилон, разве то не сиренский камень? Не все ли пустое, что суета? Не все ли то вода, что не твердая? Послушай, вот птица. Ефрем, как голубь безумный, не имеющий сердца. Учеников всех птиц называют Михей дочерьми сиренскими и точно Осамарии, которая таких птиц довольно у себя имела. Вапиет сотворит плач как змеин и рыдание как дочерей сиренских. К сим-то безумным птицам следующий Божий отзыв. Приступите ко мне, послушайте меня, погубившее сердце, сущее далеко от правды. О сих же птицах нечистых Оси поет вот что. Как же птицы небесные свергну я? Горе им, ибо отскочили от меня. Учеников же их называют детьми вод. Как лев возревет Господь и ужаснутся дети вод. Дети вод и дочери сиренские есть тоже. У Исаии называются отнятыми парящих птиц птенцами. Сиеж сирены называются змеями и гадами. Сотворит плач как змеин, полежит прах как змеи, пошлю как гадов на землю. Зачем туда? Затем, чтоб все дни жизни свои кушали грязь. Сито суть ангелы лютые, псы, злые делатели, облака бездожные, водные, земные, духа неимущие. Фара, полно, полно, поговори еще мне о добрых птицах. Я уже и разумею, что, конечно, не худо поет оная птица. Глаз горлицы слышен в земле нашей. Наиман несколько тебе благовествующих птиц выпущу из ковчега. Взгляни, кто они, которые как облака летят и как голуби с птенцами ко мне? Как темна и тонка вода в облаках воздушных, так вода глубока, совет сердце мужей сих и их птенцов. И как голубины очень выше волнования сиренских вод, так сердце их выше сей тле не поднялось. Взгляни еще на горний хор птиц прозорливых поднял вас, как на крыльях орлих и привел вас к себе. Где же труп? Там соберутся орлы. Не орел ли то? Ангел Господень восхитит Филиппа. Не орел ли то? Не обретется енох живых. Не орел ли то? Взят был Илья вихрем. Вот орел парит, зная человека прошедшего небеса. Вот орел, берет Авакума ангел Господень заверх его. Вот орел, вознесу тебя Господи ибо поднял меня ты. Взгляни же на сего любезного орла, видел я славу его. Куда то они летят, ах, превзошли они труп и тлень, устремили взор на того, возьмется от земли жизнь его. Взовьется великолепие его превыше небес. Ах, взгляни сюда, не сели та благосвестница с масличную ветку из нового ковчега, мирно приносящий летит. И летя, вот что кажется, поет, дерзайте. Да не смущается сердце ваше потопом вод сиренских. Я вижу холм незыблемый, верхи гор, из потопных воли вытекающих, привожу весьма издалека землю и гавань. Веруйте в Бога, там по чьим. Кто даст мне крылья? Очи ваши узрят землю издалека, а мне любезно и горлица сия. Летит вверх поюще, воспою ныне возлюбленному песнь. О, Фара, Фара, чувствуешь ли вкус в пророчих музах, а иначе беги и приложися к галатам. Фара, веришь ли, что для меня приятнее пение смесеренское? Наиман. Ей, дружи, верю, что больше елея имеет воумощении в своем льстец, нежели в наказании своем отец, и что ложная позолотка есть блистательнее паще самого злата, и что иродова плясовица гораздо красивее, нежели Захарина Елизавет. Но помни притчи, не слава, не славна изба углами, славна пирогами, не красна, челобитна слогом, но законом. В самом славчайшем яде внутренний вред уничтожает сладость. У истины простая речь. Инако поют в костеле, и инако на маскараде. Смешон, кто ищет красных слов в том, кого спрашивают о дороге, и кто лакирует чистое золото. На что пророчим песням благословия. Пусть покрывается им смиренная ложь, а то, что они поют о фигурах. Фигурой суть мешочки на золото и шелуха для зерна Божьего. Сие то есть иносказательная форма. Сири в творение положить в плотскую пустошь злата Божия и сделать духом из плоти. А вот кто догадлив найдет в коробочке прекрасного отраща еврейского, взятого выше вот сиренских человека. Творят ангелы свои духами. Вот истинные пииты, сирищ творцы и пророки, и сих то писание любил читать возлюбленный Давид, в творениях руку твою изучал. Фара «Однак неприятны и ковчеговые птички мудренько поют, выпусти еще хоть одну». Михаил «Я тебе выпущу, обратись сюда, фара, возведи очи, как ласточка, так возопию и как голубь так поучуся». Фара «Какой вздор, громкие ласточки в каких странах родятся, а у нас они тоже что сверечки, голубь, глупее курицы, как может любомудрствовать? Видишь ли, сколь строптивые музы пророческие, вот каких птиц насобрал свой ковчегной, а мои сирины нежно, сладко, ясно, громко и самыми преславными модными словечками воспевают. Самые морские волны кажутся, что от их пение поднимается и пляшет, будто от арофея псалтири, и нет столь глупого скота и зверя, даже из самого нечувственного пня и холма, чтоб их не разумел, чтоб не скакал и он с восклицанием не восплескал в ладони, и не дивно, что вселенскую влекут за собою. Михаил, не бойся, фара, Израиль видит двое, а сиет, то есть железо, и власть ему сделать из яда еду, из смерти жизнь, из обуялости вкус, а из шероховатого гладкое, и ничто же не вредит, он сеет камень, переходит море, поднимает змея и пьет миру сладость, его желудок все варит в пользу, а зубы все стирает и все превращает во благое. Слушай, Израиль, раскуси ему языкиину мысль, и спей шероховатую сию речь так, как написано о тебе, от потока на пути пьет. О, Израиль, переходи поток, и сходи на второе, то есть твое. Израиль, Господь дал мне язык, ласточка и голубь значит Израиля, взгляни в фара, на стену и скажи, что видишь, взгляни сюда. Фара, вижу картинку, где написано птичка, поднявшаяся из морского берега и летящая на другой, невидный берег. Израиль, сия есть израильская картина, нареченная символ. Ласточка убегает зимы, летит через море от северного берега на южный и летя в Апиет. Нет мне мира здесь. Все это символ ударяет из икииного сердца луч сей. Как ласточка, так в Азапию. Израиль везде видит двое. Ласточку осязает, а через нее, будто через примету, ведущую к цели, провидит чистое, светлое и божественное сердце, взлетающее выше непостоянных вод к матерой и теплой тверди. Сие это есть стоять на страже с Авакумом, возводить очередь и быть обсерватором на Сионе. Не обрезанный же сердцем видит одни приметы без меты. Взгляни в Фаран и на сей символ. Видишь окрылотевшую деву, простершую руки и крылья и хотящую лететь через пучину морскую к возникающим издалека холмам. А любезный ее над холмами из облака взаимно к ней летит уже, простирая к объятию руки свои. Здесь видишь плавающий ковчег, сия есть чистая жена, о которой написано «Даны были жене два крыла орла великого». Блаженный сей жены потопом блевотин своих не мог потопить змеи семиглавых. Она того пьет, кто даст мне крылья. Вот тебе ласточка, как ласточка так возопию. Не в силе великой, не в крепости голос ее, но в духе моем, говорит Господь Вседержитель. Радуйся очень, дочь Сиона, проповедуй дочери Иерусалима. Не ласточка ли Павел, проповедующий не в мудрости слова и мирского витийства и смиренского блудословия, но в научении и силе Духа Святого? А когда ласточка кричит, что для нее северный берег опасен и что узнала она надежный южный берег, так не двое ли она видит и не то же ли нам благовестит? Знаю человека, а всем похвалюся. Не то же ли, что Давид и полечу и по чию, не то же ли, что ангел, все благовествуй вам радость большую. Нет здесь, там его узрите, нет мне мира здесь. Сам Езекия, сказав, как ласточка и прочее, сплошь прибавляет сие, исчезли бы очи мои, сирич, перестал я то видеть, что прежде видел. Я видел одну воду, одну плоть и кровь, и одну пустошь и суету, и сие есть одно, и есть ничто. Посему я и слеп был, видевший то, что ничто, и одна только тень есть. Ныне же глупое око мое исчезло и преобразилось в око веры, видящее в телешке моем обон пол, непостоянной плоти и крови. Твердь и высоту Господа моего, Духа Божьего, содержащего горстью прах мой, и сие есть второе и надежное. Второй человек Господь мой, Он избавил меня и отнял болезнь души моей. Отсюда все воскресшее благословляет тебя, и я, живший, как ласточка, так возопию, и как Павел, так поучуся. Отнынебу детей сотворю, которые возвестят правду твою, отныне ни единого не знаем по плоти, если же и разумели мы по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Посмотри же, Фара, и на другой символ, в центр, кого ударяется я же зеки и на речь. Взгляни сюда. Фара, вижу, на самом верху камня, в середине моря стоящего, стоит какая-то птичка. Камень схож на сиренский, Израиль. Как ему быть сиренским, когда голос символов есть таков? На незыблемости почиваю. Какая верность на сиренском волнами покрываемом? Сея есть каменный холм у вечного, возникший из-под вселенского потопа, на котором успокоился Ноев голубь. С таким благовестием. Прощай, стихийный потоп, я почую на холмах вечного, обретя ветвь блаженства. Вот тебе Ноев голубь, послушай голоса его. Литовечный помянул и научился. Поставь на камень ноги мои, на камень вознес меня ты, Господь утверждение мое и камень мой. Вот еще голубь с усердием гоню к намеренному теку. И как достигну воскресения мертвых? Разумели мы по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Пожалуй, посмотри на мне и на сына Ионина, Сирище Голубиного. Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо плоть и кровь не явили тебя меня, но Отец мой, который на небесах. Ты камень и на сем камни утвержу всю церковь мою. Слыхал ли ты о Данииловом камне? Все он есть. Слышал ли замок апокалиптичный? Все он есть. Слышал ли рай? Вот он тебе. Слыхал ли о земле дивной, что от воды и посреди воды? Вот же тебе обетованная земля. Вспомни евангельский Маргарит, вспомни обретенную Драхму, вспомни освобождение, исцеление, воскресение и прочее, прочее, прочее. Все сие и все пророческие музы, как провулочные стрелы молниины, всей святой и единый камень ударяя путеводствует. Видишь, фара, в какую гавань доплыла речь языкина? Не дерзай же хулить птиц сноевых. Они поют тихо, но голос тонок их, остер и высок, а сирены, как лебеди, возносят громко крик, но по пословице высоко полетело, да неледалеко село. Фара, право, я влюбился в ваши птички, ковчег ваш подобен троянскому коню, выпустите мне еще хоть одну. Люблю, что поют двое, одно в уши, другое в разум, как написано, теперь вижу, что не пустая древняя та притча, глуп, кто двоих нас читать не умеет. Видеть кошелек, не знать, что в кошельке, сие есть, видя не видеть. Видно, нужно везде видеть двоих, видеть болвана, не знать, что в болване есть, не знать себя. Сирены поют в воду, а ваши птицы в воду и гавань. Вода есть кошелек, а гавань есть империал. Тело есть вода и кожа, в который идет истинный наш Адам. Даниил, о, Фара, начал ты издавать благоухание. Сот искапает уста твои, невеста. Вот сей-то сот закупорит тебе уши против сирен. Фара, выпусти, Даниил, еще хоть одну, нерайскую птицу. Даниил, изволь, еще ты такой не видал, лови ее. Еродий на небесах познал время свое. Фара, дичину ты выпустил, я и имя ее впервые слышу. Скажи мне, какой сирот есть птица, Еродий? Даниил, у древних славян она еродий, у эллинов пеларгос, у римлян кикония, у поляков ботсян, у малороссиян гайстер, похоже на журавля. Еродий значит боголюбный, если слово эллинское. Но что в том нужды? Брось тень, спеши к истине, оставь физические сказки беззубым младенцам. Все то бабье и баснь и пустошь, что не ведет к гавани. Секи скорее всю плоть по-израильски. Сержусь, что медлишь на скорлупе, сокрушай и выдирай зерно силы Божии. Еродий знаменует веру во Христа, а яснее сказать израильское око, видящее двоих. Вот тебе гайстер, будь здоров с ним, с небес перепел. Фара, конечно ж есть причина, для чего взят он в образ сей. Даниил, конечно, трояка вина сему есть. Первое, что гнездится на кирхах. Второе, что съедает змей. Третье, что в старости родителей кормит, храпит и носит. Кирха значит двор Божий. Сколь любезны селения твои. Птица обретает себе храмину. Там птицы возгнездятся. Еродиевое жилище предводительствует. Еродий всегда на высших местах, на шпилях и на куполах гнездится, будто предводитель прочим птицам. Блаженный живущий в доме твоем, вот тебе Еродий. Едино просил от Господа и прочее, вот Еродий, обретает его Иисус в церкви, а сии тебе разве не предводительствующая суть Еродии? Взошли на горницу, где были пребывая Петр и Иаков и Иоанн и прочие едина душно вкупе. И был внезапно с небес шум. И исполнилися все Духа Святого и начали говорить иными языками. Вот что всей птице великая познал время свое. Видно, что она познала двое время и время. О, кто сии прекрасный Еродий есть, послушай его. Сей зима прошла, дождь, потоп отошел, отошел себе, цветы явились на земле и прочее. Видишь ли, что знают и куда летят нойвы птицы? К Авраамовому заливу и гавани той Господь пасет меня. На, вот тебе стадо и бестолковых гайстров. Лицо небесное умеете рассуждать. Горе вам смеющимся ныне. Фара, а почему ты их назвал бестолковыми? Ведь их за прогностики Христос не осуждает? Даниил. Они через солнце разумеют разумно непогоды, но непрозорливы узреть второе время серечь царствия Божия. Надо бнознать с Даниилом время, одно и время второе. Из сих полувремен все составлено. И был вечер, и было утро, день един. Одно время есть плакать, а второе время смеяться. Кто одно знает, а не двое, тот одну беду знает. Вот еще бедные гайстры, взалчут на вечер, возволнуются и почить не смогут. О безумно возгнездившихся всех гайстрах можно сказать, их тверть одна вода, в середине их беда. Смеяться ныне и веселиться здесь, значит не видать ничего, кроме тьмы и стихийной сени. Горе вам смеющимся ныне. И когда Петр сказал, добро нам здесь быть, тогда Он разделял Моисея от Ильи и Илью от Христа, не познав еще истинного человека, кроме человеческой плоти или сени с тени. А когда проснулся, тогда сделался мудрым еродием и, познав двоих, познал истинного, сверхчеловеческой сени человека, который есть один во всех и всегда. Пробудившись, видели славу Его. Обрелся Иисус един, Он есть всяческое во всем. Простой еродий на одних небесах видит двойное время, стужу и теплоту, зиму и весну, покой и досаду. А тайный еродий, сирич Израиль, сверх стихии и сверх самого тонкого воздуха видит тончайшее второе естество, и там сей еродий гнездится. Что мне есть на небесах, и от тебя что захочу на земле? Сее второе естество, что в стихиях или кроме стихий, Бог знает, однако Израиль познал оное. Фара, о, Даниил, ей понравились мне твои гайстры, выпусти еще хоть одного. Даниил, разве тебе хочется быть гайстром? Фара, вельме хочется, но да небестолковым же. Даниил, и мудрый часто притыкается, такое время с вами я, и не познал ты меня, Филипп, не можешь ныне отвержишься меня трижды. Дай Бог, чтобы ты был в лике сих гайстров. Сей есть живот вечный, да знаю тебя, и его же послал ты. Вот предводитель и царих, послушай его. Дух Господень на мне, наречи лето Господнее приятное и день. Вот и сей не последний, си ныне время благоприятно, си ныне день спасения, вот сколь нужно слово сие. Познай время. Еродий познал время свое горлица и ласточка. О, Еродиево жилище, блажен ты. Не то ли оно, по земле ходящее, обращение имеем на небесах, праведных души в руке Божией, Божие сердце моего, душа моя в руке твоей, под сеньем вожелал и сел, Авраам рад бы видеть день мой, и увидел, и возрадовался. Им же отворились очи и познали его, и тот невидим был им. Да избавит же тебя Господь от тех еродов. Еродий познал время свое, горлица и ласточка, люди же Моисии не познали судеб Господних. Возлюбили паче славу человеческую, нежели славу Божию. Ослепи очи их, да не видят и не разумеют, вопиет Исайя, увидев славу Христа Господня. А они хвалятся, да едим и пьем, ибо утром умрем. Умирайте, умирайте, ибо нет вам разумей двоих. Видите, о ночные вороны, один только внешний вечер, одну только воду с сиренами. Сия та мрачная слава ослепила вам очи, да не видите утренней очной оной славы. Восстань, слава моя, восстану рано. Для чего жда блаженного оного второго дня? В утро же видел Иоанна Иисуса, сей агнец Божий. Сей есть, о нем же я рек. Вы из тьма миру, и волки не исчезла тех. Вениамин, волк, хищник, рано есть еще. Но вечером глотающие все без остатка на утро, до остатки нечестивых употребятся. Фара. Я вовсе не разумею, что значит остаток. Остаток есть то же, что барыш, рост, приложение, прилагаемое прекрасным Иосифом в пустое вретище Вениаминова. И сего не разумеешь, не приложаться ж тебе лета жизни. Фара. О, ныне разумею, и приложаться мне, как языки. Даниил. Останок есть лето господне приятное, день воздаяния, весна вечности, таящиеся под нашим сокрушением, будто злато в сумах Вениаминовых и воздающие Израилю вместо меди злато, вместо железа серебро, вместо дров медь, вместо камня железа, вместо песочного фундамента адамант, сапфир и анфракс. Читал ли ты в притчах исцеление плотью и приложение костью? Плоть бренная твоя есть то здешний мир и днешний вечер и несочный грунт и море сиренская и камни притыкания. Но там же за твоей плотью до твоей же плоти совокупилась гавань Илона Авраамова. Земля посреди воды, словом Божьим держима, если ты не ночной, но истлевший из ковчега ворон, если ты ласточка или голубица, узнавшая себя, сиришь видящее двоих, мир и мир, тело и тело, человек и человека, двое в одном и одно в двоих нераздельно и не слитно же, будто яблоня и тень ее, дерево живое и дерево мертвое, лукавое и доброе, ложь и истина, грех и разрешение. Кратко сказать, все, что осязаешь в наружности твоей, если веруешь, все то имеешь во славе и в тайности истинное, твоей же внешностью свидетельствую мое, душевным телом духовное. Все это центр ударяет луч сердца на Перстникова. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, плоти приложившегося, от Бога есть. Знаем же, что когда явится подобно ему будем, ибо узрим его, каков же есть, и всякий имеющий надежду на него очищает себя, ибо же он и чист есть. Вот тебе останок, вот приложение костям твоим, все тебя оставит, а сей останок никогда, все проходит, любовь же нет, Господа сил того святите. Ныне разумеешь ли надежду твою и ложь сиренскую, вот тебе вместо тристолетней вечная память и юность, будь здоров, в память вечную прибудет праведник, от шума сиренских вод не убоится, сей есть жизнь вечная, ныне обновиться, как орлиная юность которые в познании самого себя весьма высоко вознеслись, выше всех стихий и выше самого вдешнего солнца, ибо и оно есть суета и ветошь, конному присветлившему моему солнышку. Ты же тот же есть, одевайся светом солнечным, как лизаю, говорящий к нам сие, поднял вас, как на крыльях орлих, и привел вас к себе, и видел в трупе вашем славу его, во львей семьсот вечности его, во тьме сей свет не вечерний его, в одессе нашей твердь гавани его, труп есть всяк бренный человек, и Библия есть человек и труп, найдя в нашем трупе свет и сот, находим после того сию и же пищу и библии, да исполнится сие, где же труп там соберутся орлы, высокую сей труп обещает трапезу, высоко и мы возлетели, где царствует вечная сладость и вечная юность. Продолжение следует...